Памятный митинг в честь 70-летия начала Великой Отечественной войны – это финальное мероприятие второго этапа акции «Эстафета Победы». Её старт был дан на стоянке партизанского отряда имени Виноградова, а затем участники акции отправились в памятный автопробег. Молодые энергетики совместно с ветеранской организацией брянского филиала ОАО «Эмороскоцентр» провезли копию знамени Победы практически по всем районам нашего региона и по местам боевой славы. Прежде всего, это преемственность поколений, это сигнал молодёжи о том, что нужно не забывать о том, что произросло 70 лет назад, о том, сколько было положено жизней советских людей на алтарь Победы. Вот это главная цель этой акции. Одним из городов, куда приезжали участники эстафеты, стал Клинцы. В местной школе представители молодёжного совета «Брянск.Энерго» рассказали ученикам об истории знамени Победы, а ветераны поделились своими воспоминаниями о боевых временах. Как было тяжело в партизанах. Ни еды, ни воды, как говорят, не поспать негде в болоте, а всё-таки воевали и защищали Родину. Затем клинцовские школьники исполнили песни о войне и прочитали стихи. От имени брянского филиала ООО «Эмороскоцентра» участники акции вручили памятные подарки школьникам и ветеранам. Клинцовский этап эстафеты знамени Победы завершился посещением мемориала. На этом месте во время немецкой оккупации были расстреляны семьи партизан. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, а также собрали землю с этого памятного места. Земля с мест боевой славы нашей области была привезена в Брянск. В знак окончания второго этапа историко-мемориальной акции у главного офиса «Брянск Энерго» было посажено дерево и заложен камень памяти. А копия знамени Победы теперь будет храниться в брянском филиале ООО «Эмороскоцентра», где в скором времени планируется создать музей. Елена Смирнова, Дмитрий Комаров, Сергей Ковыч. События. Брянск. Клинцы.